3 июня Алексей Миронов А вот семья Лобановых на фестивале впервые. Приехали из Палашихи. У их сына аутизм. Мама признается, быть родителем особенного ребенка – большая работа. Отец отмечает, сейчас общество к таким детям проявляет больше терпимости. У нас стрессоустойчивость – уровень Бог. Мы всегда готовы к любым неожиданностям. То, что, например, для обычных детей их начинают ругать, для нас это вообще… Я вас умоляю. Стараемся корректно объяснить, что такое ребенок с особенностями. В основном люди понимают. Есть, конечно, сложности бывают, но очень редко сейчас. В целом, общество стало более прогрессивным в этом плане, мне кажется. У этого узелка будет много-много-много счастья. Каллиграфия, тренировки письма на полотне с водной основой и плетение узелков для оберега. Это мастер-класс китайской культуры. Островок Востока в волейбольном центре воссоздали учителя иностранного языка из московской школы. Я даже убеждена, что китайский язык, он очень хорошо когнитивную нагрузку у детей с особенностями развивает и помогает им расслабить их напряженные мышцы зачастую, расслабить их какие-то мозговые процессы, направить мысли немножко в такое расслабление. В рамках мастер-классов, подготовленных на фестивале, участники могут почувствовать себя телеведущими или блогерами. Фестиваль «В будущее без границ» проходит в Подмосковье в 14-й раз. В прошлом году стал международным. Творческая группа «Тумар», что в переводе означает «талисман», приехала из Киргизии, подготовила традиционный танец. Джаламби переводится «танец пламени». Древние киргизы танцевали, когда у них мероприятия были. Свадьбы, любые прекрасные мероприятия сопровождались этим танцем. Развить интерес к творчеству, помочь в самореализации детям и подросткам с ОВЗ – главные цели фестиваля. Он объединяет около 60 общественных организаций, насчитывает свыше 11 тысяч участников. Но, как отмечает организатор Инна Орлова, здесь важна сама атмосфера – любви, теплоты и взаимопонимания. Как у нас мама одна тоже сказала, ты здесь на своей планете. Ты среди таких же, как ты, мам. Твой ребенок среди таких же детей. На фестивале «Будущее без границ» приехало 2000 особенных детей и их родителей. В концерте участвовали 150 человек не только из подмосковного региона, но и из других стран – Казахстана, Белоруссии. Но главный вывод, который должны сделать все – это давайте жить дружно. Карина Яряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».